Доброе утро, коллеги. Начинаем оперативное встречание. Вопросы оперативного остановки на территории города Солдовичного Александра Александровича. Всем доброго. В прошедшую неделю по линии ЕДДС поступилось 38 сообщений, по линии 112 поступило 36 сообщений. Из них полиция 49, пожарная охрана 5, скорая помощь 66, ЕДД 1, газовая служба 2, ЖКХ 134. Все сообщения были отработаны. Спасибо. Вопросы от экономикной территории города у Солдовича Анастасии Викторовича. Доброе утро. В рамках прошедшей недели в местный бюджет городского округа Красноармей поступило 16,662,000 рублей. Налоговые доходы мобилизованы в сумме 10,171,000 рублей. Доходы от использования и реализации имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, составили 176,000 рублей. Безвозмездные вступления от других бюджетов в бюджетную систему Российской Федерации составили 6,490,000 рублей. Доклад окончен. Спасибо. По вопросу о закупках на территории города у Солдовича Анастасии Викторовича. Здравствуйте. На прошедшей неделе с определенными коммуникациями ГРЭД проведено 3 рабочих совещания по закупкам. Одно заседание гимной комиссии по решению закупок для обеспечения муниципальных нужд. По контракам опубликован один протокол. Внесено 5 единиц информации по системе ЕСУ. Внесено 5 единиц информации о заключенных контрактах в реестр контрактов. Подготовлены и опубликованы 2 комплекта закупочной документации. Проверены комплекты закупочной документации муниципальных учреждений. Проведены осмотры и замеры на трех объектов городского округа Краснодармейска. По результатам составлено 10 эффектных ведомостей и 10 сметных расчетов. Проверен один акт выполненных работ. Доклад окончен. Спасибо. А вопросы потребительского рынка Солдовича Силова и Митрия Викторовича. Доброе утро. За прошедший отчетный период было проведено 7 консультаций представителям малого и среднего предпринимательства, 4 консультации по обращению потребителей. Была организована торговля и общественное питание в местах проведения правительственных предприятий, в основном праздновании у Масленицы. 27 февраля был проведен мониторинг универсальной ярмарки по адресу Микро-Район Северный в районе дома 17. Были выявлены некоторые нарушения, подготовлены предписания. Нарушения преди будут устранены. В ходе мониторинга проводился социальный опрос жителей, которые посещают ярмарку. Результатом опроса было выявлено, что свыше 90% жителей городского округа поддерживают проведение ярмарки. Доклад окончен. Спасибо. А вопросы к строительной деятельности Солдовича Селезнева и Оргене Садимовна? Доброе утро. За прошедшую неделю направлены закурсы коммерческих предложений риэлторам для проведения аукциона на приобретение жилых помещений детям-сиротам. Подготовлены и подписаны три постановления. Включение в состав участников программы обеспечения жильем молодых семей, муниципальной программы жилища. О сохранении права пользования жилым помещением ребенка, оставшегося без подключения родителей. Внесение изменений в постановление о выведении двух жилых помещений из программы переселения 2013-2015 в связи с обеспечением жильем за счет средств муниципального бюджета. Продолжается работа по заполнению форм воисту переселения 2019-2025 годов. Подготовлен и направлен ответ федеральному льготнику о включении в список на получение жилого помещения за счет средств федерального бюджета. Подготовлены обращения в адрес губернатора Московской области и генерального директора АО Дом.РФ об оказании содействия в решении вопроса о достройке ЖК «Новая жизнь». Доклад окончен. Спасибо. О вопросах имущества на территории города условно не Анна Марина Ивановна. Доброе утро. За прошедший период отдела имущественных отношений подготовлено три договора при обеспечении жилых помещений. Три дополнительных соглашения о закреплении особо ценного движения в имущество на праве оперативного управления. Подготовлено и выдано разрешение на размещение объектов наземных курсобственности, на которые не разграничено. Подготовлено два договора аренды нежилых помещений под размещение КАС по улому особо ГЕРЦ. Подготовлено пять постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков в районе центральной городской площади. Изданы в МФЦ на внесение изменений в ЕГРН. Подготовлено три проекта постановления о проведении аукционной электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества. Подготовлено соглашение о перераспределении земель. В работе в модуле ИСО Украинского государственного муниципальных услуг. Закрыто 7 услуг. Доклад оплачен. Спасибо. О вопросах в сфере жилищно-командарного хозяйства на территории города УСОВ Кораблеву Олегу Анатольевичу. Доброе утро. На прошедшие две недели у нас фактически не было планировано. У нас было проведено масса мероприятий. Многие отражены уже там на газете. Я коротко. У нас проведена встреча с сотрудниками МОС «Афтодора». Уточнили сроки и объемы проведения работ по капремонту Краснодарской, Ушес и наших городских улиц. Также на прошлой неделе сотрудниками МОС «Афтодора» проведен аварийный ямочный ремонт. Практически все ямы устранены. Также мы совместно с Никитином Сергеем Анатольевичем провели встречу на радио «Краснодармийска», где были давние ответы на вопросы с периодом. На прошлой неделе был сформирован график отключения котельных после окончания отопительного периода. Вторая котельная будет остановлена в конце мая, первая – в начале июня. Графики направлены для размещения средств массовой информации на сайте. Также у нас завершилось голосование на портале «Добродел» по выбору территорий по размещению губернаторских детских игровых площадок. С большим отрывом мы победили две дворовые территории. Это «Новая жизнь» 11 и «Дачная» 9. Хочется сказать большое спасибо жителям, кто проявил активность. По «Новой жизни» у нас все готово для размещения данной площадки. По «Дачной» 9 мы сейчас готовим ТЗ для обусстройства асфальт-бетонной основы. Также сотрудниками отдела ЖКК были проведены четыре собрания с жителями города по определению виропробот по комплексному благоустройству дворовых территорий. Получены все пожелания, замечания жителей. Сейчас мы их сформируем в единый пакет. И будут проведены еще уточняющие встречи дальнейших. Также на этой неделе у нас начнутся работы по подготовке участка под строительство дома на Краснофлотской, а именно виропробот по деревьям. Подрядчикам объемы работы определены, согласованы. Мы сейчас готовим им разрешение. После этого эти работы будут проведены. Ну и по кассам, то, что вы уже упомянули, кассы по приему протяжей за ЖКК, которые были закрыты у нас. Договор с МОСУГУВЕРС уже подписан. И, вероятнее, на этой неделе они уже начнут свою работу. Доклад закончен. Спасибо. Хотела бы представить нового директора МФЦ Алексею Ольгу Викторовну. Вам слово. Доброе утро. МФЦ оказывается за отчетный период всего 653 услуги. И них федерального значения 398. Муниципального – 67, муниципального – 103 и регионального – 67. МПГУ – 85. А также КУЛ-центр у нас оказал 258 услуг на сегодняшний момент. Доклад закончен. Спасибо. О вопросах здравоохранения на территории города. Слово КПГУ Илье Юрьевичу. Здравствуйте. За неделю в поликлинику обратилось 4 175 человек. На данную осмотрено 259 пациентов. Скорая помощь осуществила 162 выезда. В стационаре на сегодня состоит 140 человек. Из них 119 круглосуточно. Постельных 9. В реанимации 1. Нетранспортабельный. На дневном стационаре 21 человек. В детском отделении находится 10 человек. Из них 3 детей круглосуточно. 3 на дневном стационаре. И 4 упражающих мамы. Доклад закончен. Спасибо. О вопросах образования территории города. Слово Базарево. Алисия Константиновна. Доброе утро. На прошедшей неделе муниципальная система образования работала в штатном режиме. Прошло много мероприятий методической направленности. Так, например, у нас прошло два семинара. В детских садах. Детский сад номер 2 «Караблик» и детский сад номер 8 «Белочка». Делегация «Красноармейская» приняла участие в областном семинаре для руководителей учебного заводства «Детский сад», который состоялся в Доме правительства. На базе детского сада номер 6 «Рывничок» прошел второй муниципальный открытый конкурс. Кинофестиваль среди дошкольных образовательных учреждений Московской области. Когда деревья были большими, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, у нас в течение двух дней на базе второй школы с 25 по 26 работала комиссия военкомата. Прошла постановка на первоначальные войски у учебных подростков. И у нас еженедельно проводится мониторинг состояния антитеррористической защищенности. Была проверена школа номер 1. Серьезных нарушений неудобно. На текущей неделе. 2 марта у нас во всех школах проходит городской урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны. Кроме этого, у нас пройдут в школах 3 марта и 5 марта недопредметные работы для 4 и 5 классов соответственно. У нас дети в рамках муниципального этапа конкурса «Голоса войны» выявлены победители. На этой неделе у нас приедут представители областной комиссии для того, чтобы снимать детей для участия в областном этапе. Еще у нас 5 марта пройдет заседание Общественного совета по развитию образования, где будут определяться стипендиаты главы города. Доклад окончен. Спасибо. Вопросы культуры, спорта, молодежной политики. Слово Гуриеву Павловичу Павловичу. Доброе утро. В 24 февраля по 1 марку в области культуры, спорта, молодежной политики было проведено 5 общих городских мероприятий, в которых приняли участие 3600 человек. Это открытие, вытворки, живописи и графики летной зимы в актийной галерее, городской очный конкурс набросков, посвященный памяти заслуженному работе культуры Российской Федерации, почетному жителю и красноармейскому художеству Лёмина. В подвиге ваших бессмертных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества, в течение недели в учреждениях культуры прошли массы личные мероприятия, которые завершились 1-го числа в ГДК и АДК на Рыжными Гуляниями. По линии социальной защиты прошли програвление трех регулярных благожителей. 28 марта также прошло заседание комиссии по великолечению памяти граждан и значимых событий в Ростову и Красноармейске в Московской области. В общее количество проведенных мероприятий за прошедший период 28, количество участников и посетителей – 4.750 человек. Со 2 по 8 марта запланировано проведение 32 мероприятий, планированное количество участников и посетителей – 1.600 человек. Наиболее значимый – Патриотический час Крым в истории России, праздничная детская концертная программа для наших мам и бабушек, посвященная Международному женскому дню, Праздничный танцевальный программ для любимых женщин в рамках клуба «Активный долголетие», Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы», посвященный Международному женскому дню, Открытый городской павлей по волейболу, посвященный Международному женскому дню и муниципальный этап «Воин спортивной игры» «Зардиц». Доклад окончен. Спасибо. Доклад о постановке на первичный учет школьников. Слово Швейцову Сергеевичу. Доброе утро. Как правило, было удовольствие в образовании 25 и 26 февраля в городе Красноармейске пошли мероприятия по первоначальной постановке юношей, которые в этом году достигли или достигли 17-летнего возраста, на первичный мастер счет. Мероприятия проводились совместно с отделом образования города Красноармейска на достаточно высоком уровне, поэтому я хочу выразить благодарность и руководителям отдела образования и руководителям школ, а то в высоком качестве проведения данных мероприятий. На первичный мастер счет было поставлено около 100 юношей нашего города, однако мероприятия эти продолжаются до 31 марта текущего года, и те юноши, которые не успели или по каким-либо причинам не смогли прибыть для постановки на первичный мастер счет, просьба прибыть уже самостоятельно в военный комиссариат, как я уже сказал, до 31 марта. Как можно закончить? Спасибо. О профилактике безнадзорности на территории города Солу-Голубачу. Доброе утро. За стекшеты лет в комиссию поступили 4 обращения от граждан. Все обращения отработаны. В отношении одного обращения было составлено сотрудниками административных протоколов по статье 5.35 неисполнение родительских обязанностей. Одно сообщение было ложное. Проведено заседание комиссии, на котором рассмотрено 10 административных материалов. Принято участие в проведении 23-й отчетной конференции по ПОПС-Союзной имени. Проведено конституционное совещание совместно с отделом образования для руководителей дошкольных образовательных учреждений и руководителей школ по вопросу проведения индивидуальной профилактической работы педагогами и психологами в образовательных учреждениях в выявлении неблагополучных семей, а также было объединено внимание трудоустройства подростков, состоящих на учете в комиссии в летний период. Также проведено совместное совещание с отделением участковой социальной службы и МЧС-154 для участковых педиатров и медицинского персонала педиатрического отделения поликлиники по вопросу взаимодействия о раннем выявлении благополучных семей и серьезных принятий необходимых людей. Такое закончение. Спасибо. Спасибо всем. Хорошей рабочей недели. Спасибо.